приветствую вас друзья мы продолжаем прохождение skyrim association сейчас мы находимся в тель метрине ибо здесь нас ожидают практически последние квесты в драгонборне то есть мы могу конечно вас поздравить добили почти все у нам осталось 45 квестов наверное и все на этом с драгонборном можно заканчивать хотя там конечно есть еще совсем мелкие квесты такие как принеси подай там будь здорово спасибо вот а почему я зайти не могу никуда квесты да блин свет включить уже квесты такие как принеси подай и там допустим сгоняет туда-то туда-то кухне так далее давайте зайдем принеси мне то я тебя нагружу этим да чё у нас на кухне на кухне у нас никого нет а вот улиц спит чё у нас тут давайте поговорим всему что какой квест даст надеюсь ты не рассчитываешь на дала у меня едва хватает припасов для тех кто здесь живет нет я не рассчитываю на обед я вообще не помню когда последний расход не будет нужно нет до свидания и у нас значит ничего нам предложить не можешь где этот дом-то блин самый главный я уже забыл вон там по-моему да ё-моё вот свет выключился замечательно просто а здесь все запоздал и работает надо будет после окончания прохождения первого сезона чистить все сохранения вообще значительно короче глобально так что-то делать этой сборкой обновление то уже конечно нету я думаю что это последняя но тем не менее надо что-то будет делать так значит черные книги как справляется дрова с что значит быть амара винди так а что тебе удалось выяснить про рисковое сердце на нити соединяющие душу завязаны три узелка один для сердца один для души и один для тела узел придает связи сил возможно это и есть то что я ищу очень интересно так ладно могу тебе со следов днем помочь у меня заканчивается сердечные камни если у тебя они есть я бы купил а если нет могу рассказать где и по моему у меня есть значит и сердечные камни добыть сердечные камни выполнено добыть если хорошо сердечный камень у меня великолепно я его возьму вот возьми несколько септимов но спасибо еще все и все получается что я завершил все квесты здесь но и ранее все да давай может с тобой поговорим о помните мы пепельного стражу убивали мне интересно с ним поговорить что произошло не так заклинанием пепельного стража оказалось что для этого заклинания обязательно нужен сердечный камень а у меня с собой его не было если врачей заклинание без сердечного камня страж будет нападать на всех кого увидит интересно так можешь обучить меня так колдовство интересно он кто у нас только не говори мастеру мелоту а то мне придется отдать ему то что ты заплатил у нас 100 эксперт а он мастер кстати говоря неплохо а чё что мастер такая просто волосился то так значит с тобой больше не о чем говорить давай до свидания и по моему нам надо еще в аптеку сходить там вроде бы квест есть в аптекарше какой-то или аптекарь а я бы поспал мне спальник выделили круто и сундук мне выделили вот это замечательно давайте мы тогда поспим сейчас у нас сколько времени 5 утра до ну часов до 9 я думаю поспать вообще часиков 9 надеюсь аптека откроется не смотря на все твое сопротивление зачарование у тебя стало получаться лучше жесткий парень конечно не вот так отлично у нас утро свет можно выключить это у нас капуста нет давайте зайдем теперь в эту самую аптеку по моему там тоже что-то можно до получить какой-то квест а вот и аптекарша да вот если здесь зажжем то что время то светло то темно конечно с освещением здесь тоже проблемы обнять сзади подойти и приогнять дальше не будем придумывать ничего не соображает мастер нелата что он сделал негодяй велел мне починить его дом а если я не починю он найдет нового миколога который уж точно починить десятки лет верные службы а теперь он просто выбрасывает меня на помойку как испорченный завтрак а все тебе нужно для починки башни три стержневых корни вымоченных в верховье реки харстрад я старая женщина мне туда вообще не дойти это слишком опасно когда найдешь стержневые корни я заплачу тебе если вы мочишь их в верховье харстрада и принесешь мне а что можешь рассказать про верховье харстрада любимое место спригганов похоже им нравится там собираться что-то в воде их притягивает они наверняка где-нибудь там так что смотри осторожнее так и найти понятно так значит у меня только один ну получается нам придется идти туда отлично у меня еще опять нету отметки да а у тебя чё здесь не валяется что ли но вот же стержевые парень чё ты так конечно все это меня очень беспокоит что у нас здесь вообще все жестко так запаздывает ой сундук я проснулся тысячу лет назад а сообщение о том что я проснулся и чувствую что отдохнул поездка в беседе с этой девчонкой ну как девчонкой похоже уже бабушка надо ну пошли блин не ту кнопку нажал я хотел свет погасить вот так и теперь что для починки ей нужно ты вымоченных в воде опять включился свет сам собой надо искать на счету реку верю искать и здесь источник стал грива нет но черт его знает карта была обновлена старая фирма те skyrim на хрен его знает миндовый зал это это точно здесь вообще в зал стейме нет может это вскай риме где поэтому у меня и нету этой хрени маркера мне этот отстой на самом деле если месяц туда придется переться давайте попробуем что ли и так короче говоря на самом-то деле нам надо идти вообще не вскай рима находится это из азуры с тобой верховья находится там на салоне слостей находимся сокровищами откуда он здесь вообще скелет хочу за охотник за сокровищами которого я не вижу еще не тут делают все странно короче так значит то место главное надо идти находится где-то вот здесь но почему-то картин а вот она вот я нашел этим на нее действительно маркер воткнем а пойдем мы туда наверное все таки отсюда от камня ветра не знаю почему как-то мне не хочется приближаться близко к драконьему этому самому логову или идти оттуда потому что иначе даже если мы туда придем наверняка там будет сидеть дракона у нас снова завяжется битва на пол серии точно ну хотя может и нет может повезет поэтому я решил стартануть оттуда посмотрим как быстро это все будет ты у нас у меня такое ощущение что у меня свет не отключен а нет прикиньте так вообще конечно жопа так и тогда все таки сходим нам осталось забыть два стержневых корня потому что тот который я у него спер с полки он не засчитывается уж не знаю почему так да кстати говоря марки этот даже лишний был здесь здесь и так все понятно куда идти это достаточно быстро да давайте я сохранюсь вот не сохранился меня выкинуло нафиг по пришествию skyrim потом я игру когда загрузил обратно ну включил запустил то началось все вообще сначала ну он сприган спит да ты же спишь и он дохлый там мигает давайте мы сейчас так лещилка и это давайте мы сейчас проверим дохлый он или нет ну как это от третьего лица выглядит оп ага не как прицел они и жену здесь я думаю без прицела мы попадем ага нет все таки он дохлый нападение феникса это вот мы по моему такое уже брали стержневой корень потустороннее кольцо да значит то все таки не засчитывается надо их набивать здесь это что такое ракушка да ну иди сюда куренир на идее так а надо еще один корень а где ой там кто-то меня запалил все кто-то больше перестали палить давайте может здесь поищем блин странно что у меня прицел куда-то делся вот такого я люблю кролик приведи меня к спригину какому-нибудь а меня не хочется лезть в какую-нибудь пещеру что это было блин почему у меня ощущение что меня сейчас кто-то стрелял бред какой-то творится короче с этой игрой уже я уже хочу ее сиделище храма мира а мы тут были хочу уже допройти ее нахрен все таки я не советовал бы вам друзья играть в сборки нет ну самостоятельно конечно можно играть как-то и исхищряться да там какие-то выходы искать и сложившиеся трудности которые эта сборка приносит но вот на запись играть в нее крайне некомфортно и наверное придется дать его чо и куда прицел делся так в жопу вот я встал он появился я сел прицела больше нет это плохо скелет давайте заберем и тогда нам придется туда переть вот прицел появился ну слава богу пещера давайте зажжем фонарик сохранимся мне нужен еще один сприган хотя бы по идее то и наверное все можно будет возвращаться искать очередной квест давайте-ка я сразу вот так ой бля ой извиняюсь конечно на ну нормально что самое хорошее самое хорошее что как она только меня увидела нами не напала блин что-то всякого говна у тебя вымочить вот и маркер появился а еще и сундук камешки возьмем золото возьмем вот доберись уже а перчатки брать не будем так вымочить это мне что сюда просто встать надо а активировать да все отлично значит мы справились за датчикой и валим отсюда ну дабы не тратить время на перемещение я просто на паузу нажал и скаканул сюда сейчас мы дадим корешки и посмотрим что она нам скажет и что вручит стоять мы с тобой чем-то похожи это здорово что мы встретим ну не ври мы не похожи у тебя морда сморщенная ну хотя у нашего рептолога тоже она неразглаженная так мне удалось забыть три вымоченных стержневых корня правда? отлично парочку я оставлю себе и незачем Нела то об этом знать возьми этот последний корень и посади его в завядшую стену дома угу ну хорошо а если ты меня отпустишь ладно придется самому да светит Азура твой путь придется самому вот это вот то что она сама не отпускает это явный признак того что происходит жопа с игрой то есть все подвисает зависает и надо уже наверное чистить сохранение не знаю правда поможет ли это ну играем то мы уже охренеть как долго в эту игру то есть в эту сборку и сохранение само собой уже начинают немало вешать так нам куда? нам куда-то наверх да? но все равно наверх наверное там надо будет посадить вот видите удалено только удалено завядшая стена это вот это что ли? блин обратно идти теперь ну запарили меня уже блин чуть не упал а не могла она мне сразу перманентно выиграть в смысле заблаговременно выдать вознаграждение и отпустить меня садить корень смысл бегать не туда сюда давай посажем будь проклят это хорошо может быть теперь Нелот от меня отстанет думаю ты считаешь что за оказание помощи старухе тебе надо заплатить? вот возьми а если зайдешь попозже я продам тебе еще алексир благополучий ну нормально а что вообще есть у тебя у меня найдется пара зелий если они тебя интересуют меня интересует продажа зелий потому что зелья я не смогу не зачаровать ничего с ними сделать поэтому вот это вот все говно лишнее надо бы отдать тебе повышает да? ну можно возрождение повышает но и запас магии тоже нормально а вот благополучие нам еще дала этого здоровья ну хорошее зелье на вот тебе яд запас здоровья запас здоровья это все полезные вещи на самом деле ну пускай и остаются да светит Азура твой путь ну спасибо так хорошо значит мы здесь закончили сохраним игру пойдем наверное еще сходим к этому самому парню нашему Нелоту спросим что ему еще надо? если ничего не надо я не знаю мы пойдем доделывать остатки квестов какой-нибудь вороньей скале такие мелочные ну мелкие квесты это кто это? древость наверное да? да как у тебя тут дела? у Нелота дурака не поваляешь умеет найти мне занятия хм и чай трижды проклятый чай кажется я никогда не научусь ему додать а ну то есть нельзя спросить да? помочь тебе чем-нибудь или не помочь давай удачи так ты наверное на кухню идешь ну да а это что за место? дом у правителя блин ну там нет никого смысла мне туда идти сейчас посмотрим может у Нелота еще что-нибудь для нас будет так стой если ты вниз то ты не надо этого делать скажи пожалуйста не хочешь ли послужить делу развития магического искусства? хорошо что еще могу помочь? но что понимать под помощью? ты хочешь поучаствовать в эксперименте в качестве подопытного? давай 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 какой именно эксперимент ты хочешь провести? не думай ничего особенно опасного хочу образовать дополнительную спектральную связь твоей жизни с эдрическим царством ты это будешь ощущать как вспышку энергии сможешь сражаться дольше возникнет прилив сил ну всякое такое по крайней мере я так думаю скорее всего почти наверняка но точно конечно сказать нельзя ящик в воздухе повис хорошо я помогу стой спокойно я в первый раз читаю это заклинание и отвлекать меня не стоит ты ничего не почувствуешь а если почувствуешь постарайся не орать слишком громко у меня такой чувствительный слух давай отправляйся если будут какие-нибудь побочные эффекты возвращайся и сразу же расскажи мне ну хорошо начато подопытный наблюдая за появлением побочных эффектов а как это делать своего разрешения не вот использовал на мне одно из своих экспериментальных заглянаний понятно какие только побочные эффекты я даже не знаю что надо мне сделать то ну неплохо он тут сел хех на лавочке побегать можешь какое-то время или подождать на циферблате я не знаю блин вот эта вещь да реально прикольная блин жалко что кататься на ней нельзя так ух ты сприган давай ты умрешь потому что если я ближе подойду да ты меня убьешь зашибись я еще и не попал а я запутался в ногах этого это вот повезло а и не попала етицкая мать вот это жопа а может и попал конечно просто урон никакой о да вот он побочный эффект бежит ко мне хрена себе еще один бессмертный что ли ну получается так не очень я люблю это говно нет он просто ему на огонь пофигу да и все а че он стоит ха 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 замерзли что ли ну как осмотреть то тебя ё-моё чё за бред да и стой себе дальше что за побочный эффект был в обычных условиях заклинание увеличить здоровье но при нахождении под дель под дождем уменьшает его о вот так вот значит я все таки не зря буду плюхнуться вот теперь могу осмотреть все давай хорошо тогда возвращаемся раз таки дела я просто что-то затупил у него нет он не бессмертный просто просто он сам обгоревший огненный поэтому огонь естественно него не действует а я такое думал сейчас я его разнесу своим мега крутым запретным солнцем так не туда да что за звук такое ощущение что за мной кто-то шел может сейчас еще какой квест выдаст что-то там стоит же боевой готовности серьезным соперником интересно было бы взять его в ученики твое заклинание ведет к слабости после намокания намокание? говоришь? интересно да я понимаю как здесь произошла перестановка связей вот незадача а что если просто избегать воды нет нет это не мы нельзя запрещать тебе мыться пепельные земли имеют свой едкий запах очевидно что тебе пришлось там побывать пахну значит я все удалю вот возьми несколько монет компенсации за неудобства ну уж спасибо так а есть еще что интересное мы закончили? я думаю да а что так темно стало чувак давай как это еще мне какой-нибудь квест сдашь интересно же мой новый управитель не так уж плохо если бы только научился чай как следует заваривать ну пока нечего ну в общем то короче я глянул но это еще не все квесты которые мы выполнили у него то можно ли поймать живого дракона вот был бы любопытный подоб может быть придется перезайти там или что-то я не знаю что-то еще сделать блин прежде чем попросить может быть другой квест нужно какой-нибудь выполнить ай даже не знаю какой сходить в Воронью скалу может быть пока там у нас по-моему тоже остались какие-то квесты такие незначительные ну давайте посмотрим если выполнить допустим какое-нибудь незначительное задание да там кстати вот я бы сюда сходил в Источник Сталгрима то и у этого парня тоже что-нибудь обновится у Нелота книги вроде бы черные мы здесь все уже обнаружили вот и так что мы в принципе то так на финишной прямой как я уже говорил по драгонборну возможно конечно мы локации еще просто не все обыскали ну Солстым не такой уж и большой остров то есть чтобы не исследовать его можно конечно полностью его весь облазить но посмотрим как будет складываться я все таки иду больше по квестам по сюжетам нежели просто в исследовательском варианте играю а потому что если чисто ходить по локации бы все исследовать ну и хватит я не знаю это мы будем вечно играть в эту игру это но ты капитан я северная дева всегда работал но потом пепел красный если бы не мои поставки в воронью скалу я бы наверное уже продал свой корабль ничего интересного ты не говоришь может ты что дашь иди все я понял но вы просто плохи да вы лишь первые помощники ой а че там за построение не знаю могу ли я продолжать моде это из-за твоего отца или из-за меня после смерти матери он так и не стал прежним по моему он просто не хочет чтобы я почувствовала боль от которой он страдает рано или поздно но тебе придется выбирать каким бы ни был результат я с уважением отнесусь к твоему решению все побеседовали че не скажешь как кэп раз порождение пепла нам больше не угрожает я наконец могу позволить своим людям отдохнуть отличная работа трудно командовать ридеранскими стражниками иногда даже самые опытные воины отвлекаются на какие-нибудь глупости их не так много но они сильно осложняют мне жизнь какие глупости некоторые из моих подчиненных страшно пристрастились к напитку который они называют угольное вино по мне так страшная гадость оно крепкое и зависимость вызывает некоторые падают даже от одной фляжки если бы я знал где они хранят бутылки я бы с этой пакостью разобрался о ну отлично у нас квест появляется я могу для это для тебя выяснить ну а почему нет мне че еще делать есть идея с чего мне начать они слишком умны чтобы держать вино в бастионе я бы обыскал один из заброшенных домов на окраинах города да хорошо я понял как это дела сейчас когда шахты заработали но мне приходится людей ставить на охрану шахт но это небольшая беда порой советника рано считает что как только разбойники прослышат что шахта снова открыта они могут нанести нам визит а я скажу пусть попробую мои люди готовы к встрече ага ну все я понял найди мне эти запасы вина прямо такими ну хорошо я сделаю так разное найти где припятена где-то в заброшенном доме на окраине города по-моему нам такой домик встречался уже однажды ой ну на локации по моему он не значится на окраине города вот это вот что заброшенный дом пожалуйста заброшенное здание хе хе пока что везет так хорошо давайте-ка мы пригнемся там и скажу да ты че охренел парень это вот че суджахма а нам надо угольное вино найти да так вот тут что бурни может что-то быть о плоды можжевельника неплохо тоже неплохо бочка здесь у нас яблочки так в коробке а вот маленький ящик уголь уголь есть угольного вида нет шейн нордский мед мац господи каких только напитков нету так давайте наверх залезем О, сколько ящиков-то? А-а-а, утюг. Может быть, здесь, кстати, ничего и нету. Ага. Картошка. Шмотки. Шмотки, кстати, тоже можно набрать. Чтобы потом это... Бочка с рыбой. Отлично. Ни хрена тут нет, а вот еще бочки. Зря я только сходил, да? Блин, это плохо. Может, что-то где-то под низом есть, я не знаю. Все кровью залил. Принадлежит мне пивная кружка. Явно ребята бухают. Но где найти то, что они бухают? Блин, точно угольное вино? Припрятанное угольное вино. Это же обоссаться, сколько можно его искать, по идее. Надеюсь, я заглядывал? Ну да. Значит, не здесь. Возможно, стоит еще в какое-нибудь здание зайти. Так, секунду. Так, возвращаемся. Ну что, блин? Заброшенная... Заброшенная водя. Так, бочка с рыбой. Может быть, где-то рядом? Почему бы и нет? Пшеница. Ни хрена себе там пшеница. Я даже боюсь унести такое. О, яблоки. Неплохой, кстати, был бы тайник здесь. Может, где-нибудь рядом есть? Он же сказал посмотреть в каком-нибудь заброшенном здании. Но, может быть... Может быть, где-нибудь пипельный батат. Блин. Давай уже. Ни хрена. Нет, я, конечно, не знаю. Может, я просто напрасно время теряю. Вот еще какие-то бочки. Блин, они даже не кликаются. Эти бочки не кликаются. Хм? Наверное, такой чисто тоже исследовательский квест. Эти бочки тоже не кликаются. Блин. Жопа, короче. Ну, я уже далеко за город вышел, наверное, да? Да. Ну, просто, может быть, еще где-то заброшенный дом есть. Бататы какие-то. Это, конечно, жесть. Вот там вот ходить и искать. О. Кража. Висят бочки в воздухе. Получается. Что-то у тебя валяется все, как попало. Ой, я бы, кстати, соль бы у тебя утащил бы огненную. Так, здесь я лазил. Блин, жесть какая-то. Вот где искать, на самом деле, а? Это где угодно, может быть. Ну, срезать, срезать. Так, бочки нет. Может, ты что скажешь? Давай, обнимемся. Ты там что-то, какую-то боль испытываешь, поэтому я тебя так утешу. Как умерла твоя мать. Мы жили в поселке, в лиге от границы с Чернотопьем, родиной Органиан. Вторжение Органиан закончилось давным-давно, но несколько кланов ящеров до сих пор живут на нашей территории. Короче говоря, они напали на наш поселок и вырезали почти всех. Это было страшно. А, и все, да? Ты мне скажи, где у вас стражники прячутся. Может, ты что скажешь мне, братан? Может, ты мне наведешь? Блин. Ты что-нибудь, может, скажешь? Может, с другой стороны заброшенный дом где-нибудь на окраине города есть, а? Это вот что? Дом Карелия. Да блин. А ты что скажешь? Последний раз, когда я плавал на кораблях, я вон. А ты? Меня подолочили. Помни, кто здесь главный. Дом Карелия. Блин. Ну, чуваки, так же нельзя. Где вы прячете саны свои вины эти, а? Слушай, я реально не знаю, короче, где искать. Ну, блин, хоть бы какую-то наводку дали. В доме нету. За домом в бочках нету. А куда деваться-то? Ё-моё. Ребят, похоже, я нашел. Да? Да, отлично. Угольное вино. Все-таки пришлось с ним подглядеть, иначе бы я просто не знаю, сколько бы еще искал. Давай, чувак. На. Ну, хорошо. Тысяча септимов не так уж и плохо. И я предлагаю на этом серию закончить. И продолжить выполнять местные поручения в следующей. В следующей серии мы вначале сходим опять к Толване. Может быть, он еще какой-то Койс даст. Ну, я надеюсь, что даст. Вот. И поработаем снова на него. Всего вам самого хорошего. Надеюсь, серия понравилась. И пока, друзья. До встречи.